У меня в руках три листка бумаги, на каждом написана одна и та же фраза. Почерк принадлежит моим коллегам, ну я этих людей довольно неплохо знаю, а вот что о них расскажет почерковед, ну иными словами графолог, сейчас мы это и узнаем. На самом деле с графологами мы погорячились, оказалось, что в Барнауле представителей этой профессии нет. А криминалисты вообще считают графологию псевдонаукой, иногда ее путают с почерковедением. Наши образцы мы показали специалистам криминалистического центра главного управления МВД. Максим Каспирович, например, с первого взгляда определил, что один из авторов почерка – мужчина, два других принадлежат женщинам. Красиво написано. Ну в общем интуиция по большому счету, да? Ему же мы предложили определить, одному ли человеку принадлежат вот эти непохожие друг на друга почерки. Сразу скажем, автор один и тот же – Елена Кузовкина. Что скажете, вот это два одинаковых человека? Вероятно, да. Вероятно. Чтобы почерковеду дать однозначный ответ по-хорошему, ему необходимо как можно больше достоверных образцов для сравнения. Юлия Богомякова после поверхностного изучения нашего текста тоже верно определила пол и дала несколько характеристик, которые по сути видны и обывателю. Мы можем определить психофизиологическое состояние пишущего. То есть определить, находился ли человек в алкогольном опьянении, либо страдает ли какими-либо заболеваниями, например, сердечными, тремор у него в руках присутствует. Это очень актуально в наше время, так как распространены сейчас мошенничества. Ничего сверхъестественного от почерковедов о себе мы не узнали. Текст, предоставленный нами, был, по их мнению, слишком коротким, да и писали мы его старательно, выводили каждую букву. Оказывается, по такому определить характер, возраст и профессию невозможно. Плюс от нашего сегодняшнего эксперимента все же налицо. Все попрактиковались писать красиво, хорошие, добрые слова. Ну, по сути, по старинке, от руки. С праздником! Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.